Всем доброе утро. Доброе утро. Игорь, койди, я в детскую машинку. Сейчас будет завтрак. У нас сейчас будет готовиться завтрак. Воскресный завтрак с невыспавшимися лицами. Вчера фильм смотрели. До часа ночи получилось. С этими фильмами с вечера. Всегда так. У нас творог. Соответственно, у нас, как вы понимаете, будут сырники. А так надо было что-то яйцо сначала. А я взяла весы, блин. Ну ладно. Я думала, от перемен у меня слагаемого. Сумма не будет. А 300? Хватит. Что-то я тоже тебе сказал. Ты мне сказал, что 300. Ну это, видимо, такие другие сырники. Не такие. Мы любим, когда не так много муки. Там что-то были классические, не классические. Максик немного расстроен тем, что после часа утреннего, когда мы разрешили посмотреть мультики, мы все-таки запретили их смотреть. Ну и так целый час. Ну да, ну это бывает. Ничего страшного. Доброе утро, Вика. Я еду сырники. Очень полезная информация. Значит ты не завтракаешь. Вопрос. Я тут что-нибудь. Ну в общем, ладно. Будем жарить. Девчонки вон начали лепить. Сердечки решили сделать. Ага. У Тани вон сердечко получилось. Надеюсь, она так и осталась. Оставить форму, да? Сохранить. Ну ничего. Вы лепите, может что-нибудь и сохранится. Давайте я жарю. Ульчи, пожалуйста, она уже будет. Я тоже думаю, чтобы уже... Ой, куда я нажал? Чтобы уже это есть, да? Чтобы уже, да, вопрос с поеданием сырников как-то это... зафиналить. Что, Юпулькин? О, не зря ты на керамику ходишь. У тебя тоже вон какое получается сердечко классное. Считается... У нее все большие. Практически урок керамики. Ну, у нее руки поменьше, сердечки поменьше. В смысле, может поменьше, правда, делается. Ну, давайте поменьше делать, чтобы такие большие не были. Тогда больше будет. Так, ну все, сердечек хватит, будет круглым. Давайте. Фига делается. Я мягче. А ты тоже поехали? Да, поехали. Ну, ты бы варенок подтянулся. Гондосил, гондосил не выдержал. Пошел тоже лепить. Классно. Ну, это ты складывай потом туда, потом мы будем жарить. Ну, видишь, там уже места нет. Там места нет. Ты хочешь, чтобы твой сразу жарился? У тебя столько требований всегда по жизни. О, а я морковку слепила. Кого? Морковку. А, морковку. Ничего себе, она тут Олафа слепила. Это снеговик, если кто не смотрел. Эльфа. Ну, вообще, Холодное Сердце нравится мультик. Нравится. Холодное Сердце. Эльзо. Эльзо. Перестаньте звук издавать. Это звук из мультика. Его не я, кстати, издаю каждый раз. Это Крэй. Вика, каждый раз думаешь, что это я его издаю. Он сам откуда-то появляется в нашей семье. Да нет, это Крэй. Да это не я, Вика. Но я же тебе говорю, у меня рот никогда не шевелится, когда этот звук происходит. Шевелится. Ничего не... Вот сейчас слышишь звук? Это Макс. Ну, это Макс, да. Вики, положи. Ты орешики раздаешь? Мам, не хотели дают. Ну, хорошо себе, Ник, складывай. Положи Вике или маме. Сейчас я все полю всем, не переживаю. Не отдай. Терпите, терпите, ребятки. Максим себе взял снеговика и пиццу. Ну, он себе самых интересных персонажей забрал. Ну, а у меня же тут морковка есть. Убирай пальцы. Это сахарно. Я пальцы. Убер. Вау. Давай. Вау, да? Ну, красота. Ну, все. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Милота ты такой, прям милота. Ага. Когда не воюешь ни с кем. Сколько тебе лет исполнилось? Три? Ну, большой. Отлично, ты большой, ага. Вообще здоровская. Шарик вон, висит на стуле. Кто у тебя на шарике? Да каждый раз спрашиваем. Ну, и что? Надо сфоткать. Кто на шарике? Крушила. Крушила? Крушила. А еще кто? Спыш? И чудо-машинки. Ну, да, да. И подпрыж. Ага. И подпрыж. Толь, Тория. Ты тут занимаешься этими, да? Я уже лавки делала. Почти до половины хвоста. Уже я половину хвоста сделала. Ты сейчас белые клеишь? Сейчас Таня сидела клеила, теперь Вика клеит сидит. Красиво у вас получится. Уже голову почти доделали. Угу. Вы сейчас белыми, да, занимаетесь? Угу. Некоторые пупырки от клеит. Ну, ты старайся не задевать их руками. Вспышь. И чудо-машинка. Вот и Татьяна. Татьяна варит обед. Татьяна варит обед. Татьяна нам сегодня говорит, а давайте приготовим суп с пастой, то у меня. Обожаю его. Вика сказала, обожаю его. Поэтому мы, никто из нас не возражал. Угу. Ну, почему возражает? Уже даже что-то это начинает есть хотеться. Угу. Ну, бывает, бывает. Что сделаешь? Реально 3 минуты? Да ладно. Я тебе расскажу. Ну, ладно. Хорошо, что вытащила. Хе-хе. Понятно, понятно. Ну, в общем, будет у нас сегодня суп с пастой, то мы что-то тут еще добавить. Все, мы уже едим с помидоркой. Угу. Вот это вот красиво выглядит. Вот так вот вкусненько. Угу. Очень вкусно. Все, всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Максим. Понятно, пошли. Ну да, пошли. Я ведь ничего не слышал, ничего. Мы гуляем. Мы гуляем. Мы гуляем. Мы гуляем. Мы гуляем. Возле дома. Да уже сил нет сидеть дома. Да, хочется вылетать. Поэтому высыпать ненадолго. Никуда не поехали. Просто рядом с домом. Мам, не пожалеет. Высыпать института. Высыпать гулять. Максим, ты зачем варежку снял? На улице мороз. Ты что, мама тебе их одевала? Одевала. А? И снял. Ну, сейчас домой, значит, пойдет Максим. Домой пойдем? Ну, прямо не замерзнет. Да ладно. Ну, прямо не замерзнет. Ты что? Давай, одевай, Максим. Сейчас замерзнет рука. Потом не согреешь. Максим. Павел наедет. Едет. Давай, Максим, одевай. Отходи, Татьяна. Не перегораживаем. На, поснимай нас. Сейчас я запущу ребят с горы. Все готовы? Давай. Это вообще пешеходная дорожка. Но она... Оттуда пешеходная, обратно. Обратно горка, да. Ее же не чистят, значит, горка. Да. Столько снега, да еще? В снегах столько больше становится. Да, да, да. Завтра весна. Опять снегопады обещают, и будет еще больше снега. Ты не пугай нас. Дай-ка пугай. Растает, куда денется. Растает, на, ты мне рука заедешь. Я знаю точно, растает лед, тише полночное, и Волга запоет. Эй! Идите наверх! Что-то они там мутят, крутишь. Какие-то падения. А у меня зубы застывают, хорошо, улыбаться на морозе. Не улыбайся. Вот почему все велики такие угрюмые, чтобы зубы на морозе не мерзли. Я вот только сейчас это понял. Это на юге можно. Всеми зубами на улице. А у нас? Чуть не так потом, блин, зубы болят. Пусть сам поднимается, согреется хоть, а то холодно на улице. Ну, Максим, вставай, иди ножками. Давай, Максим, Вика устала. Ну, мы-то просто хотим, чтобы и он согрелся, и тебе тяжело. О, это что, папа? Я еду. Ты едешь? А мог бы ножками дойти? А в городе самый сильный. Папа, не вы? Нет. Вика, отпускай, пусть идет ногами. Я хочу вопрос. Максим, давай ногами. Я не могу. Ну, я понял, меня никто не слушает. Надевай персет. Давай, Максим, я с тобой покажусь. Мы с тобой катимся. С тобой катимся. Давай. Сейчас я вас допустую. На, Викулькин, снимай на камеру. Ты готов? Готовы? Мы готовы. Раз. Два. Пап, птен. На, папа. Или перекородить, не ешь. Упадись, а что ты будешь делать? Да ну ты так не уедешь. Не, 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 не. Не такая горка. Не, не, Вика. Надо ледянка тут. У нас сегодня прям сплошная готовка. Что тут? Тевтельки жарятся. Пюрешко будущее. И сплошные какие-то творческие дела. Вика, вон. Поросенка по номерам раскрашивает. Поросенка. Поросенка, да? Да. Я вот так купил. Вот такой должен получиться поросенок у Вики. Таня, что никак оторваться от котика не может от этого. Маленько осталось. Маленько осталось. Ну хотя еще все, ну хватает. Да еще нормально. Ну хотя нет, маленько тебе осталось. Еще тут надо. Еще знаешь весь контур. А, черный вот эти. Ну а Макс чем занят? Макс поедает яблоко. Ходит, разглядывает. А, он вспыши разукрасил. Вот, это он сам. Это Старл. Мам, ты что мне надо делать? Ну, Старла. Старла надо запрашивать. Старла надо запрашивать. Слушай мультик. Из мультика вспышь. Нет, мы их нет. Не различают. Это уж давай будь доброй, различай. Любимый мультик Макса. Татьяна, вот не смотрит мультики. Я-то сижу в работе, если мультик идет на заднем плане, я работать не могу. Я уже вникаю. В картинке виляет. Красный, да, да. Как все интересно, скажи. Как все интересно у вас тут. Котика едет. Котика мама делает, да. Вкусное, Максим, яблоко? Вкусное. Папу гостишь? У нас уже время не шесть такой. Угощаешь папу? Нет? Сбегаешь? Ну вот как. Я в кукле иду. Спасибо, Максим. Угощайся. Спасибо. Ну что? Хотел бы я вам сказать. Произошло кое-что, чего мы совсем не ожидали. Мы не думали, что это может случиться, но... Мне казалось, что это вообще никогда в жизни не случится. Это случилось. Ладно, не могу. Улыбка не теряется. Что случилось? Представьте, вы думаете, почему у нас картошка варилась на ужин? На самом деле мы должны были варить не картошку. План у Татьяны был совсем другой. Сварить гречку. Это должны были быть тефтели с гречкой. И тут мы обнаружили, что гречки в нашей квартире нет. Закончились наши запасы гречки. Прошел год. Прошел... Мы просто очень редко едим в гречку. Ты не так подумаешь, что мы там куча гречки купили. Просто мы ее мало едим. Ну просто нам казалось... Нам казалось, что это гречки. Что она с нами навсегда теперь. Что просто она теперь всегда есть в нашей жизни. То есть мы когда ходили в магазины, у нас всегда там... Что у нас там рис заканчивается, гречка? Ну гречку мы вообще не обсуждали даже. И тут мы такие... Таня мне говорит, поставь гречку в мультиварку. Я такой смотрю. Я говорю, у нас походу нет гречки. Она говорит, как у нас может не будет гречки? У нас же всегда был запас гречки. Я по всем ящикам там и над холодильником, где хранились стратегические запасы гречки. Я говорю, нету гречки, все пусто. Так что такое бывает. И мы такие, ничего себе, карантинная гречка закончилась. Ну да, мы не так часто едем. Ну сколько у нас их? Ну может 5-6 килограммов было гречки, да? Ну по факту. Тогда ладно. Может быть, ну мне кажется даже не больше. Да не больше. 5-6, наверное, вот этих вот пакетиков у нас было. Ну как-то, ну они всегда были. Всегда так заглядываешь, а, ну гречка еще есть, гречка еще есть. И тут внезапно, нате, гречка кончилась. Так что гречка подошла к концу. Да. Ну собственно, вот так вот. Эпоха в жизни. Одна закрыта. Теперь снова на закупках вы можете увидеть, как мы... Нет, нет, да буду покупать гречку. Смотрите закупки, подписывайтесь на нас, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Да, мы стали реже отвечать на комментарии. Ну постараемся. Это все в связи с дикой загрузкой. Но мы все читаем. Мы все читаем. Да, мы даже пролайкиваем, чтобы было видно, что мы читаем. Вот. Продолжайте нас хвалить, писать нам хорошие вещи. Если мы даже не написали спасибо, но лайкнули, это всегда спасибо. Ага. Вот. Не переставайте писать комментарии. Мне кажется, мы перестали. Отвечать их становится меньше. Да, да, да. Просто реально, физически просто вот уже очень сложно. Но мы все читаем. Для нас это очень важно. Ладно. Все. Всем пока-пока. Спокойной ночи. Приятных снов. Пока.